Спасибо. И в антимонопольный генеральную прокуратуру в Министерство экономики и отправила отдельное письмо, если надо, хотите, зачитаю. В Раду национальной безопасности Клюево, где пишу вообще ситуацию по рынкам Украины, то считаю, что это, в общем-то, угроза национальной безопасности. В связи с тем, что вы знаете, что происходит в Одессе, 8 рынков восстали, они приехали, запросали офис партии регионов яйцами и помидорами, и в конечном итоге они молодцы. Вот они вам пример. Они встали, пришли к городскому совету, 300 человек, и по головам охранников вошли в городской совет и заставили принять необходимые решения. Какая реакция сейчас идет на те письма, которые мы отправили? Когда мы сидели с вашими лидерами профсоюзов, позвонил Петр Порошенко, они были свидетелями. Я с ним разговаривала, его до этого не было, он был в отпуске. Мы договорили, что он возвращается сейчас в командировке, и мы проведем совещание. Мы проведем с ним совещание по ситуации рынков на Украине, потому что, согласно функциональных обязанностей, его министерство за это отвечает. Он дал мне слово, что он только прилетает, и мы эту встречу проводим. Почему я попросила об этой встрече? В пятницу, как я и обещала, после Портникова, я собрала, не пришла Римма Белоцерковская, но я и, в общем-то, не удивилась. А пришла Оксана Бродов и Александр Данилюк со спиной справы. Мы сидели, решали, какую же занять позицию общественным организациям в помощи рынков. Ну, однозначно, у всех звучала такая характеристика. Они сами себя не отстаивают. Там, где отстаивают, им можно помогать. Но если втихаря бегают, как крысы, и подписывают, и потом не выходят, как, извините, тут есть, наверное, представители Барабашовки, когда мы с ними дрались в 2009-м, а в конечном под обл. администрацию вышло 15 человек. И женщину, которая все это делала, ее, в общем-то, с мужем мы и выкинули с этого рынка. А если это все вместе, то ничего не получается у них сделать. Естественно, реакция, что вам побежали и стали говорить, дайте хоть какую-то сумму, это реакция того, что пришло письмо в Генпрокуратуру. В Генпрокуратуру пришло письмо о том, что сегодня произошел хайфовый захват восьми рынков с поживчей кооперацией. Они их перерегистрировали на себя. Во всех восьми рынках директор вашего рынка, Медведев, является директором всех восьми рынков и главным бухгалтером всех восьми рынков. То есть, на самом деле, ну, конечно, нагрузка у него очень большая. Особенно собирать людей деньги, потому что задача поставлена одна. Когда встречался профсоюз с Кернесом, как бы Кернес занял такую позицию, это вот хозяйство и субъекты, предприниматели, директор рынка разбирать. Медведев должен понимать, что теперь он останется один на один с вами и с прокуратурой. Но должны быть вы. Если мне пишут, что Александра Владимировна, 70 договоров, могу показать письмо, заключено. Мы тоже такое слышали. Ну, здесь есть официальные ответы. 70 договоров, заключено. 15 пришли еще и написали заявление, что они согласны. Но, конечно, в этой ситуации, ребят, вы должны понимать, что это будет гораздо сложнее. Что я предлагаю фундаментально, кроме всех этих писем и борьбы, вот, к сожалению, прокурор сегодня меня не принял. Я хотела еще и лично с ним встретиться. Но буду продолжать его бомбить через Генеральную прокуратуру с проверками. Что я предлагаю? На чем надо объединить все рынки, как сделали Атесситы? Согласно закону, правила торговли на рынках принимают депутаты городского совета. Мы сегодня, я показала редакцию, мы уже подготовили с Оксаной Протан такую редакцию для харьковчан. И они теперь все объединились на одном. Требовать от городского совета Одессы принятие этих правил торговли, которые подразумевают, что не имеют права с вас брать деньги на инвестирование. Если берут, заключается договор, где вы собственники, а не то, что вы сейчас, когда я слышу, мне звонят по телефону, не знаю, как это воспринимать, начали подписывать какие-то договора с инвестором. Вам некуда дать деньги? Я сейчас принесу свою сумку. Вы поймите, это незаконно. Вы никуда не обратитесь в суд. Никуда. Это все равно, что любому дяде на улице отдать деньги. Любому. Инвестор – это не собственник. Вы стоите на территории собственника. Инвестор – это человек, который предлагает вложить деньги. Договор может быть заключен только между собственником рынка и инвестором. А вы можете заключать договора и подписывать бумаги только собственникам рынка, которых договор должны подписывать вместе, если мы его отработали. Что вам остается на столько-то лет право аренды за минусом этих денег, ваше право собственности, передача в субаренду, дарение, продажа. Если вы это не запишите, у нас есть информация, что тут на двух улицах собираются строить микрорайон. Вы не успеете пик тут ставить и деньги, через полгода они здесь начнут строить. И вы эти копии квитанции прищете себе в одно место. На сегодняшний момент есть ответ профсоюзу о том, что данная земля не числится за собственниками данного рынка. Мы сейчас делаем запросы в кадастр. Это для нас было открытием. Неужели они такие идиоты взяли рынок, не оформим на себя землю. Но подтвердить это пока я не могу. Документов, подтверждающих то собственник земли, нет. Потому что земля эта принадлежит городскому совету. То есть городу вам. Вам. Еще раз напоминаю. Нет, вам. Это мы забываем с вами. Еще раз напоминаю. По конституции власть принадлежит народу. А депутаты, которых вы избираете, это избранные вами слуги на принятие вами решений. Поэтому что я предлагаю. Мы подготавливаем с профсоюзами, вам заканчиваем проект вот этих вот правил по торговле. Поднимайте все рынки. Я договорилась сегодня вместе с вашими профсоюзами. Провела заседание в штабе объединенной оппозиции. Вызвали депутатов городского совета. Попросили. Пусть депутаты партии регионов хотят присоединяться. Пусть присоединяются. Пусть присоединяются любые депутаты городского совета, которые хотят вам служить. Кто за кого, тяните всех, кто может. Что нам надо сделать? Если вы поддерживаете эти правила, выходим все под городской совет, точно как адвеситы, и требуем их принятия. И на этом. Это ваша конституция. Внутри. Только достали. Что-то требуют. Вот по правилам. Вы это не имеете. Не имеете права снести, если за год не предупредили. Не имеете права с нас собирать деньги на реконструкцию. Если мы идем инвесторами, оформляется вот такой договор. Вот так по пунктам мы сейчас выписываем это одесситам. Такие же самые правила должны быть у вас. Вы хоть раз в жизни воспользуйтесь, что идут в октябре выборы. Это самый хороший момент вам заставить принять для себя документ. Вот по-другому вы каждый раз будете на крючке. Вот каждый раз. Я попробую переговорить с Порошенко. Он обещал еще раз ставлю в центр. Если он сможет и возьмется, было бы хорошо, чтобы он провел эти правила постановой к админам как обязательные. Я это делала дважды. Эта власть, приходя, дважды их отменяла. В 2009 я провела такие правила, притом договор, который там был написан, был написан обязательный. Они его сразу в 2010, эту постанову, 278 приказ, отменили. Поэтому попробую, обещать не могу, это как они там. Но вы, вот реальный шаг, который нужно сделать, чтобы они почувствовали и начали с вами считаться, это у вас сейчас уже два профсоюза, молодцы. Это поддержка нашей команды. Пожалуйста, тяните всех своих, кто друзья, родственники, депутатов, знаете. Вот я сегодня рассказывала, у меня нет ни одного дела, которое бы мы проиграли с горсоветом. Только когда выходят люди. Если вы, смотрите, депутаты городского совета, они все живут с вами здесь. Достаем их фотографии через профсоюз, расклеиваем везде. И говорим, если ты гад, представляешь наши интересы. Ну что вы, так оно и есть. Они вас боятся. Вы представьте, что у него, где он живет, а там адреса есть. Вывесим требования от предпринимателей. Если он не проголосует, то мы его не обслуживаем. Что мы тебе везде будем говорить, что ты нас предал. Они же, они все боятся. Это в Верховный Совет попробуйте туда приехать. А здесь они все боятся. Но вы будете сильными, когда вы не будете каждый бояться. Каждый, понимаете. До тех пор, пока вы будете эту власть бояться, они к вам будут так относиться. Они вас боятся гораздо больше. Они не ставили тогда ментов, бандитов и так далее. Он же сейчас Энгельса занимается реконструкцией улицы. Она же им вообще не принадлежит. Значит, сейчас мы будем писать сразу проверку о незаконном пользовании. Это прокуратура, это уголовное дело. Мы не будем. Со своей стороны я, как обещала, буду везде долбать. Но если вы не выставите. Мне скажут, Кужель, что ты лезешь, и все классно, а ты вот тут. Кужель, что ты лезешь, и все классно, а ты лезешь, и все классно. Приезжайте вместе с вами, и тут горчать. Я все это знаю. Рынки, трагедия. Почему с вами не хотят работать в политике? Я вам сто раз это говорила. Потому что они дружные. Потому что сдаются половина. Потому что в конечном итоге остаются единицы. Вот адызиты сегодня заслуживают уважения. Потому что в 8 рынков вместе. И вы видели, как они брали горсовет? Зайдите в YouTube. Тетки по головам пролезли. По головам. Мужчика ни одного не видела. Так за что они шли? За кого-то? Они шли за себя. За свои детей. За себя, за свою работу, за свои семьи. Поэтому на самом деле другого пути нет. Сейчас я тогда посмотрю вот этот договор. И что еще? Ближайшее. По связи с вашими активистами. До конца недели, надеюсь, увижусь в Порошенко. Получу уже ответ с Генеральной прокуратуры. А вы держите. Я могу только вот с вами приехать. Стоять, писать, говорить. Но отстоять за вас. Вот чтобы вы не говорили. Вот нас Куржель спасет. Господа. Нельзя и порочно делать за людей то, что они должны и могут делать сами. Я могу только помогать. А если вы не встаете за себя. Если вы позволяете таким вот, как Медведев, и всей его команде вот так к вам относиться. То скажут, Куржель, мы насилуем, а они получают удовольствие, не мешай. Они же не возмущаются. Ну так или нет? Поэтому я не буду иметь права даже обращаться. Поэтому очень вас прошу. Здесь все сейчас зависит от вас. Мы сейчас попробуем сходить из описанных Медведев на два. Сейчас мы еще раз зайдем. Я выйду, скажу. Потому что я так понимаю, прокуратура начала проверку этих фактов, которые я привела. Я не думаю, что у него удастся выйти из воды после этих документов. Я сейчас посмотрю этот договор и мы пойдем. Хорошо? Хорошо. Так вы придете еще? Продолжение следует... Продолжение следует...